Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне 37 лет, я замужем, детей нет. В браке третий раз. В предыдущих браках инициатива исходила от меня. В последний брак я была счастлива. Вместе с мужем живём 6-й год. Конечно, в плане сексов всё затихло, это случается всё реже и реже, но морально мне было комфортно с супругом. Меня всё устраивало. Недавно на улице несколько раз случайно встретился знакомый мужчина. Он немного младше менял. В разводе с бывшей жены не общается. Проезжал мимо, предлагал подвезти, завёл разговор ни о чём. Я быстро находил повод уйти. Мне было не по себе рядом с ним. Неделю две назад мы снова встретились, случайно пересеклись. Он под дурацким предлогом попросил номер телефона, я почему-то его дал. Он позвонил, пригласил заставить ему компанию и посмотреть фильм у него дома. Я согласилась. Муж работает в другом городе, поэтому периодически отсутствует дома. Конечно, я снимала, что еду не фильм смотреть. Мы долго разговаривали. Сказал, жениться больше не будет, серьёзные отношения ему не нужны. Меня это вполне устраивало. В эту ночь у меня был самый лучший секс в моей жизни. Это было достаточно грубо с его стороны, но мне понравилось. При этом он говорил приятные вещи, что обожает меня, что я красивая и так далее. Я думал, что такие встречи, пусть редкие, будут продолжаться. Этот мужчина не обладает высоким интеллектом, но внешние дамы на высоте. Я как будто сошла с ума, не могу есть, спать, работать, постоянно думая о нём. После нашей встречи мы пару раз созванивались и приписывались. Он отвечал позвонить вечером, спрашивал, какие планы на вечер. Сам не звонил. И так несколько раз. Работает он в полиции. Рабочий день заканчивается в 21.00. Прошло больше недели со дня нашей встречи. Вчера я написал, что больше не буду беспокоить его своим вниманием. Он ничего не ответил. Муж сразу почувствовал, что со мной что-то происходит. Я, конечно, вру про осеннюю хандру. От супруга меня, конечно, сразу вообще отвернуло. Хочется, чтобы он поскорее уехал на работу и не трогал меня. Я понимаю, что скорее всего просто больше не интересно тому мужчине. Он получил, что хотел. Да и мне он нужен только как интимный партнёр. Я понимаю, что ответ, почему он так споведёт, что у него в голове, как он ко мне относится, я не найду. Я просто хочу избавиться от этой зависимости. Хочу забыть его и вернуться в обычное русло своей жизни. Каждый день тебе тянется как бесконечность. Я ничего не хочу. Только пытаюсь специально отправить телефон и жду звонка. Умоляю, помогите советам, как вернуться в душевный покой и цели продолжать жить в браке с человеком, которым кроме благодарности ничего не испытываешь. А ныне. Ситуация, на мой взгляд, заключается в том, что вы как-то вот уже, получается, в третьем браке чувствуете себя не очень хорошо. Вот, и третий брак у вас, получается, уже не складывается. Вот, при том, что всё идёт к тому, как бы, что инициативу, ну вот, инициативу развода в этих отношениях, да, в этом браке вы, скорее всего, опять возьмёте как-то на себя в этом смысле. Да, как будто, ну, скорее всего, всё идёт, по крайней мере, пока что всё идёт к этому. Я думаю, что, ну, надеюсь, что вы понимаете. И правда в том, что здесь система. Эта система. То, что в психологии принято называть семейным сценарием, или жизненным сценарием, или сценарием судьбы. Вот. А как это происходит? Как это получается? Получается так, что ваше отношение к мужчинам носит специфический характер. Вы выбираете мужчин, которым у вас особенные чувства. Не совсем обычные чувства. То есть это чувства, которые, ну, скажем так, не имеют под собой чего-то такого любовного, да. Не имеют под собой вероятных глубоких связей. А имеют под собой что-то вот, ну, довольно-таки более такое вот, ну, может быть, имеет смысл здесь употребить слово приземлённо. То есть у вас и секс затихает, да, и связь никакой с мужем нет, и как бы вот. То есть вы выбираете таких мужчин, с которыми вы не чувствуете себя свободным. Ну, как бы, можно сказать, хорошо, комфортно. Вы выбираете таких мужчин, где вы не чувствуете себя, может быть, с собой, потому что, ну, благодарность, это хорошо, но, на мой взгляд, недостаточно для того, чтобы, ну, устраивать брак, устраивать брачные отношения, скажем так. Вот, и, соответственно, ситуация здесь, на мой взгляд, такая вот, что нужно это проанализировать. То есть проанализировать то, как вы выбираете мужчин, то, как вы выстраиваете отношения, то, как вы репрезентуете мужчинам себя и так далее. Что означает ваша зависимость? Вот то, что вы всё время думаете о человеке и так далее. Ждёте звонка и прочее, прочее, прочее. Здесь, в какой-то степени, всё довольно просто, с одной стороны. Это ваша потребность, это ваше желание, это ваше чувство проектируется на другого человека. Ну, какие это чувства? На мой взгляд, это потребность в восхищении. На мой взгляд. На мой взгляд, вот то, что вы описываете, то, что вы чувствуете, это потребность в восхищении. То есть хочется вам, чтобы вами восхищались. Хочется вам, чтобы, ну, чтобы вас ценили. Хочется вам, чтобы, ну, как-то вот более живыми были отношения. Но сами вы, почему-то, скорее всего, себе это подавляет. Сами вы, почему-то, этого себе не позволяет. Фу-то сказать, почему, однозначно. Может быть, может быть, боитесь. Может быть, не привыкли. Может быть, отношения в браке, в браке, ну, считаете, чем-то таким, условно говоря, да, что не должно, ну, не должно, ну, выходить за определенные рамки, выходить за определенные пределы, возможно, да. То есть вот, иными словами, как-то вы себя в отношениях сдерживаете. И всегда примешивается то, что у вас нет детей, вы не можете их иметь. Вероятно, как, ну, какое-то вот ощущение своей неполноценности. Да, ощущение, может быть, того, что вы, ну, неполноценный человек. Вот это придает вам какую-то вот неуверенность в себе. Может быть, зажатости есть лишние. Да и, в принципе, то, что вы описываете, да, как-то вот, ну, создает такое впечатление, такое ощущение, что вы зажаты достаточно. Вот, то есть, что вы как-то, ну, привыкли себя сдерживать. Вот это ваша фраза о том, что я не буду беспокоить себя своим вниманием, да, но она максимально стерильная, она максимально лишена, так скажем, ну, она лишена, максимально эмоции, она не содержит какого-то отношения вашего к этой ситуации. Хотя, в целом, ситуация, на самом деле, ну, она, в общем-то и целом, она, не сказать, что это прямо анонимная, да, в современном мире такое встречается довольно часто, но, тем не менее, эту, вашу реакцию на это никто не отменял, а вы, вот, такое ощущение, да, что себе это, мягко говоря, как бы запрещают, вот. И ключевой момент в том, чтобы начинать, ну, может быть, да, начинать, начинать уделять внимание себе, начинать уделять внимание себе самой, вот. И как бы, как бы в том, что вы описываете, да, не чувствуется, что вы понимаете, какой вы человек. В том, что вы описываете, не чувствуется, что вы замечаете, какая вы, кто вы, да, и так далее. То есть, вы описываете себя, на мой взгляд, вы описываете себя, ну, вы описываете себя, как, с точки зрения материнства, например. Вы описываете себя, эээ, с точки зрения, эээ, семейного, ээээ, ну, положения, да. Вы описываете себя, с точки зрения, эээ, любовницы, интимного партнера. Но вы не описываете себя саму, кто я, что я и всегда представляю, какая я. Возможно, вы и не знаете, возможно, вы не привыкли, эээ, предавать этому. Значит, возможно, вы и вообще не привыкли обращать внимание на свои чувства. Хотя, эээ, вот, эээ, ну, то, что вы чувствуете благодарность по отношению к своему мужу вы заметили. Вот. С другой стороны, эээ, тот факт, что у вас, условно говоря, интимная жизнь, да, сошла на нет, говорит о том, что, эээ, глубокой связи с мужем у вас, у вас не было. А значит, скорее всего, эээ, на своего мужа вы возлагали, эээ, ну, возлагали, эээ, какие-то потребности, какие-то ожидания, да. То есть, излишне, вот, ну, может быть, излишне полагали, эээ, на него. Вот. Почему излишне? Ну, потому что, ага, игнорируя и забывая при этом о себе. Вот. То есть, мне видится проблематика в том, мне видится проблематика в том, что вы как-то вот себя обесцениваете. Ну, вот, не знаю, глобально, может быть, вы себя обесцениваете. Систематично или системно вы себя обесцениваете. И, на мой взгляд, это очень, во-первых, сильно бросается в глаза, да, во-вторых, а та мысль, которую вы транслируете, вот она, эээ, на мой взгляд, звучит, ну, примерно так, что, вот, без, эээ, ну, без, эээ, мужчины рядом, да, без, эээ, без человека рядом. И, эээ, я, эээ, как-то вот, ну, не очень понимаю, эээ, кто я, от чего хочу и куда мне стремиться и так далее. Ну, то есть, к сожалению, это вот очень, ну, сильно, как мне кажется, бросается в глаза. И, соответственно, на мой взгляд, именно в этом направлении вам, в первую очередь, нужно работать и двигаться. Ну, то есть, эээ, поймите правильно, да, вам не помогут советы. Потому что вы в таком, эээ, дисбалансе живете уже, уже, эээ, не первый год, как мне кажется, да. Да, ещё, возможно, эээ, эээ, первый, первый, эээ, брак свой вы вступили, находясь вот в этом, в таком, дисбалансе. Вот. И, эээ, ну, только, может быть, не замечала этого, не замечала, что в этом дисбалансе вы находитесь. Потому что, то, то, как, эээ, вот, ну, как, эээ, бессознательно, скажем так, вы вступаете в отношении вас с этим мужчиной, ну, это наглядно показывает. Поэтому, помните меня, правильно, я ни в коем случае вас не обвиняю. Я просто говорю о том, что, вот, вы, эээ, пишите, пишите, я почему-то дала, эээ, ему номер телефона. Мне почему-то с ним было не комфортно. Понимаете, как бы, на мой взгляд, вам не просто так некомфортно с этим человеком. На мой взгляд, вам не комфортно с ним, не комфортно было с ним, потому что вы подозревали, ну, скорее всего, вы подозревали, что этот человек будет для вас особенным. Вы что-то чувствовали уже к нему и бежали от этих чувств, от этих желаний. Есть в психологии такое, ну, такое понятие, можно так сказать, как потребности, пирамида потребностей. И в данном случае речь идет, как мне кажется, о базовой потребности в восхищении. То есть вы хотите, ну, чтобы вами восхищал. Это абсолютно нормальная потребность, это абсолютно нормальное желание. Но для того, чтобы ее удовлетворить, нужно кем-то быть, нужно кем-то становиться, нужно к чему-то идти в своей жизни. Как мне кажется, по крайней мере, из того, что вы написали, да, ситуация такая, что вы пытаетесь больше как-то для другого человека кем-то стать или другим человеком построить отношения. Вместо того, чтобы в первую очередь разобраться в себе, да, в том, кто же я, вот. Отсюда невнимательность к себе, к собственным переживаниям, да, отсюда, вот, какое-то замалчивание проблем, ну, я имею в виду проблем с вашим супругом. Например, например, да, потому что, ну, когда у вас только началось отдаление, если бы была связь между вами, личностная связь, ценностная связь, если бы между вами бывало что-то общее, вот, то отдаление будет. Если бы просто быть для вас менее заметно менее болезнью, вот, потому что, ну, на самом деле очень часто так бывает, это нормально, что интимные составляющие отношения, в том числе, практикают их личностное взаимодействие. Вот. Понимаете, да? У вас, с вашим супругом, скорее всего, этого, ну, или нет, или очень мало. Вот. Естественно, я не знаю наверняка, но вот, как-как, мне кажется, проблематика такая. Да. И как итог, что мы имеем. Анализ вашего подхода к выбору мужчин. Как вы выбираете мужчин? На основе чего вы устраиваете с ними отношения? Вот. На чем базируются отношения, я имею ввиду. Вот. Что становятся основы для отношений и так далее? Это первое. Стоп второго. Это повышение уровня вашего эмоционального интеллекта, скажем так. То есть, что такое вот повышение уровня эмоционального интеллекта, в данном случае. Это, это, чтобы вы лучше понимали, кто вы, какая вы и так далее. Чтобы вы лучше понимали, чего вы хотите. Чтобы вы лучше понимали, что вы чувствуете. Ну, вот. Например, там, конкретный момент, допустим. Ну, конкретный момент какой-то ситуации. Может быть отдельный, может быть ряда ситуаций. Вот. И как следствие, как следствие увеличения качества вашей жизни. Вот. Существенного увеличения качества вашей жизни. Потому что сейчас вот качество вашей жизни, ну, на мой взгляд, оставляет желать лучшего. Да, да. Потому что, ну, уже вот третий, как бы, брак не складывает. Вот. Это, понятное дело, не может вас не беспокоить. Вот. Это не критично. И ваш возраст не является препятствием для проведения работы. Вот. В том числе, не является препятствием для работы по коррекции отношений с мужем, если вы этого хотите. Вот. По поводу благодарности. Мне кажется, что, если бы оно того стоило, на данный момент, вы бы не задавали свой вопрос. А раз вопрос вы задаете, но ответ, на мой взгляд, очевиден. Другое дело, что можно, опять же, посмотреть, что это за благодарность. Может быть, может быть, у вас не только благодарность. Может быть, у вас есть что-то еще, помимо благодарности. Может быть, у самой благодарности вашей есть что-то еще. Понимаете, да? Вот. Может быть, вы сможете найти в этой благодарности какие-то еще чувства. Такое. Тоже, тоже. Вполне. Ну, вполне может быть. Вот. Поэтому я бы, как мне кажется, не спешил бы с принятием решений. Что хочется сказать еще, что любая зависимость, любая зависимость, проистекает из состояния. То есть, вы зависимы не от человека. Как вот, ну, как правило. Вы зависимы не от человека, а от состояния. Это важно понимать. То, как вы себя чувствовали с данным товарищем. То, как вы себя видели с данным товарищем. То, как вы себя ощущали с данным товарищем. Вот это является ключевым моментом. Вам нравится состояние, а не сам человек. И если вам какого-то состояния определенного не хватает. Ну, вот так получилось, да, что вот не хватает вам какого-то состояния. Например, если так вышло, то, конечно же, ситуация будет такова, что вы будете тяготеть к нему. Почему? Да потому что, а где еще вы найдете способ себя как-то почувствовать. Так и так, как почувствовались мужчины. Но, не обязательно, я думаю, что интимная темная сфера здесь не является самоцелью. Я думаю, что вам важно чувствовать себя в нашем, может быть, желанном, живой. Но способ, который вы выбираете для того, чтобы реализовать, так скажем, эту потребность, является самым, так сказать, целесарным. Если можно так выразиться. То есть это самый, может быть, быстрый, но и самый ненадежный способ. Потому что, ну, в общем-то, только физическая связь сама быстро приедается. В ней нет никакого роста для человека, никакого развития, что для одного партнера, что для другого партнера. Именно поэтому вы пристали быть интересны для этого мужчины. Вот. Понимаете? То есть, как бы, ну, низкий интеллект, да. Но при этом, как бы, сильное влечение. Вот. И это действует как наркотик в данном случае. Вот. Там еще другого способа нет. И вы требуете от себя выйти из зависимости. Я понимаю. Но, на самом деле, вы требуете от себя, как мне кажется, вернуться в привычную руслу. То есть, в привычную болоту. Мне кажется, что ситуация, которую вы описываете, наглядно показывает, что в болоте вы больше быть не хотите, чтобы не встали. Да и на самом деле, уже хватит. Вот. Теперь можно двигаться вперед. Это не сказать, чтобы особо легко. Не сказать, чтобы ваша жизнь станет легче. Это проблематика, которую, например, я описал. Вот. Она не сделает вашу жизнь легче. Она сделает вашу жизнь сложнее. Но вы для себя получите шанс быть более счастливой, чем сейчас. Вы для себя получите шанс быть более, ну, в большей степени собой, да, чем сейчас. Поэтому решать, конечно, только вам. Воспользуйтесь ли вы этим шансом или будете продолжать искать советы, которые, скорее всего, не будут помогать. Вот. Потому что, ну, совет – это такая история, которая направлена на поиск решения, вот, ну, какой-то одной определенной ситуации. Не более того. Понимаете, да? А у вас ситуация. Она системная. Она повторяющаяся. Вот. И, соответственно, совет вам здесь. Без колец. Вот. Такая вот история. Вон будет исследовать свою жизнь, разбираться в ней. Искать в ней новые интересные моменты. Интересоваться ей. Чтобы ваша собственная жизнь была вам интереснее, чем жизнь других людей. В частности, этих мужчин. Что вашего мужа, что этого мужчины. плохой, или ваш муж плохой, нет. Это значит только то, что вы все время себя обесцениваете. И, в итоге, ну, к сожалению, обесценивают и вас в том числе. Вот. По-другому оно не работает. Так. Вот и все. На этом, наверное, все. Я надеюсь, что помогу вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать свою работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью.